МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вся эта территория усеяна обломками сбитых ракет. И никто никогда их не собирал. Военным говорили, у вас обычные испытания, сейчас будете сбивать мишень, сейчас она прилетит, вы ее бабахнете. Они бабахали, и вдруг оказывалось, что это не военная мишень, а что это вдруг нечто. Дмитрий Калмыков сам много раз выезжал на полигон Сары-Шаган. Его организация изучает влияние военных испытаний на окружающую среду. Он исследовал едва ли не каждый квадратный метр полигона. Вот то, что лежит у меня под ногами, это мы все собрали в степи. Однако в сентябре 78-го года на землю упали вовсе не обломки ракеты. Неужели это были фрагменты настоящего корабля пришельцев? Военным обсуждать инцидент запретили. Но вышестоящему руководству о сбитом объекте явно было доложено. Результат не заставил себя долго ждать. Тут же налетела куча народу из Москвы, и там разные версии из КГБ, из ГРУ, главного разведуправления, из Министерства обороны. Все изъяли, все записи, всех разъединили, чтобы никто ничего никому не говорил, масса вопросов, допросов. Информация об объекте, сбитом в Сары Шагане, судя по всему, до сих пор засекречена. Полковник Александр Плаксин до недавнего времени был ведущим научным экспертом Министерства обороны по проблемам аномальных аэрокосмических явлений. Именно в эту структуру попадали все донесения о случаях появления НЛО на территории закрытых военных масс, воинских частей и испытательных полигонов. Ну вот сколько я проработал, порядка, значит, 15 лет в этой лаборатории, значит, ни одного случая, вот, чтобы было там, допустим, мы обломки собрали явления, были только случаи с воздействием. Как предписывала директива, в случаях, особых случаях, когда происходит воздействие, отказ техники, собирается специальная комиссия, выезжает на место и уже со специалистами разбираются. Крупнейший в мире полигон по испытанию противоракетного оружия Сары-Шаган, ядерный Семипалатинский полигон, наконец, космодром Байконур. В советские годы в Казахстане оказались сосредоточены самые передовые военные и космические разработки. Может, сбитый объект был обычным шпионским зондом-разведчиком, попыткой главного противника в Холодной войне Соединенных Штатов получить секретную информацию. В коллекции Дмитрия Калмыкова действительно встречались фрагменты таких американских зондов. Это была такая любопытная горсточка. Радиодетали, оплавленные линзы, сотовые структуры. Такая очень высокотехнологичная вещь. Все это было явно иностранное, страшно высоко научное на вид, с английскими надписями. Шпионские зонды-разведчики над Казахстаном в годы Холодной войны были делом привычным. Советские военные их легко распознавали. Дело в том, что обычный зонд рейфовал в небе победы. Объект же, сбитый над царой Шаганом в 1978 году, по словам Дмитрия Калмыкова, изначально был абсолютно неподвижен. Казахстан – такое интересное место. Даже если ты не очень веришь в неопознанные летающие объекты, ты их просто видишь. Что за объекты появляются в небе над нашими полигонами? Кто и с какой целью наблюдает за испытаниями военной техники? Светящиеся шары, огромные неподвижные треугольники, гигантские тарелки, откуда и зачем они прилетают? И какую информацию об НЛО скрывают от нас спецслужбы? Военные в силу специфики своей профессии более пристально оценивают обстановку, более качественный, выверенный военный контроль над окружающим пространством в интересах безопасности. И благодаря этому они фиксируют всякий раз появление подобного рода объектов, что вовсе не означает, что эти объекты не появляются в других местах. Село Ведлозеро, Карелия. Уже много лет каждую весну местные жители наблюдают аномальные явления. В небе то и дело появляются странные светящиеся шары. Порой таинственные объекты находятся в воздухе больше часа. Пенсионер Иван Михайлович Минин видел НЛО столько раз, что уже сбился со счет. Ну, так это связано с озером, наверное. Потому что тут постоянно, каждый год, где-то весной, в марте, появляются летающие объекты в виде шаров. И это где-то примерно может даже полчаса, час быть. Понимаешь? Потом они постепенно, ну так как не улетают, а как будто угасают. Вот так раз и растворились. Их нет. Оказывается, эти светящиеся шары не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. НЛО над озером и расположенными на его берегу деревнями стали замечать с 1928 года. Тогда в Ведлозеро упал огромный блестящий предмет на вид металлический. Об этом события селяне всегда любили поговорить. Подробности здесь помнят и сегодня. То, что рассказывали жители, вот эти старики, которые помнили это, их сейчас живых нет, это вроде цилиндрического предмета такого. Он бесшумно, значит, летел и упал около маленького островка, деревня Щукналок тут. Понимаете? Такой, ну, упал. Никакого взрыва не было. Хлопал. Историк Игорь Афуничев много лет посвятил изучению Ведлозерского феномена. Он не раз внимательно исследовал местности. За 80 с лишним лет здесь мало что изменилось. По рассказам старожилов, Афуничев восстановил картину событий 1928 года. Вот это место, куда с неба и упал блестящий цилиндрический объект. Снижение было довольно-таки плавно, то есть сильной там волны и так далее не было. И, конечно, еще спасло то, что остров прикрыл возможность сильной волны на саму деревню. Что это был за объект? Зачем он погрузился в Ведлозер? Потерпел крушение или это была запланированная посадка? Ведлозерским происшествием заинтересовались и советские органы госбезопасности. Но интересная деталь, они прибыли сюда не сразу, а через несколько дней. Если бы это было что-то такое связано с военкой или еще с чем-то, то наверняка место было бы оцеплено, закрыто, народ бы разогнали и так далее, и так далее. Но здесь ничего это не было. Ни в конце 20-х годов, ни позже обнаружить упавший с неба объект на дне глубокого озера так и не удалось. Хотя попытки отыскать его предпринимали не раз. Экспертиза грунта повышенного уровня радиации не показала. А вот водолазам все же удалось отыскать доказательства Ведлозерского чуда. Люди говорили так, что все-таки тот остров, в районе которого упала этот НЛО, этот объект, скала была оплавлена и очень вертикально, как вертикально под водой. Скала оплавлена и она была вертикальная. То есть это такое ощущение, как будто распил или каким-то лазером, или еще чем-то вертикальная, так сказать, площадь, что ли, на этом острове, под водой. Но оказалось, что это не единственный сюрприз, который ждал водолазам. После нескольких погружений стало ясно, что по дну Ведлозера проходит весьма внушительный тектонический разлом. В некоторых местах определить его глубину оказалось вообще невозможно. Может, этим и объясняется появление над озером светящихся шаров. Эти объекты, по мнению местных жителей, ничего хорошего не предвещают. Старожилы даже предполагают, что из-за НЛО в Ведлозере начали тонуть люди. На наше озеро очень коварное. На наше озеро почти каждый год кто-нибудь дотонет. Поэтому на озере шутки плохие. Странное совпадение, но практически все несчастные случаи, о которых говорит Евдокия Егорова, на озере произошли как раз весной. Именно в то время года, когда над Ведлозером появляются светящиеся круглые шары. Заметив их, местные рыбаки теперь вообще стараются на воду не выходить. Может, в это время действительно открываются порталы и они появляются. Понимаете, люди-то пропадают. Были случаи, что люди пропадают и 20 лет тому назад сюда уходят? Нет. В прошлом году в марте аномальное явление над Ведлозером снова повторилось. В небе было замечено несколько небольших светящихся шаров. К счастью, обошлось без жертв. Никто в озере не утонул. За поведением одного из таинственных объектов наблюдала и Евдокия Егорова. В прошлом году видели, смотрели очень долго, ну минут, наверное, 10-15 над островом Рошнаволока. Ну там, на горе Цонке висел-висел шарик, ну как футбольный мяч. Ну он просвечивался, ну как от солнца, вот излучения такие стороны. К местным жителям надоели загадочные несчастные случаи. Чтобы избежать новых смертей в водах Ведлозера, они решили выяснить, что же здесь происходит. Селяне написали письмо в Российскую Академию Наук. Ученым давно пора дать ответ, что скрывает Ведлозера. Люди требуют провести исследования этих мест, причем не секретные, а открытые, чтобы о его результатах узнали и местные жители. Говорили, что НЛО такое, что может быть, или даже может быть этот шар, что-то может с других миров отправили, за нами наблюдают. Что ученым и спецслужбам известно о неопознанных летающих объектах? Какую информацию они скрывают от населения? Могут ли светящиеся шары, тарелки и другие таинственные объекты представлять для людей опасность? И зачем НЛО прилетают на Землю? Это система разведки и контрразведки вот этих цивилизаций. Они контролируют нашу цивилизацию, потому что мы неоднократно пытались с ними проводить переговоры. Значит, давайте как-то вот обменяемся мнениями, научной информацией. Они говорят, нет, мы не хотим с вами иметь дело, вы агрессивная цивилизация. 29 января 1986 года в городе Дальнегорске произошла авиакатастрофа, которую исследователи считают самым настоящим крушением НЛО. Валерий Парамонов побывал на месте той аварии. Он возглавлял экспедицию, цель которой была отыскать фрагменты тарелки и выяснить, кто направил ее на Землю. Город Дальнегорск, высота 611, и, значит, в 19 часов 55 минут весь город почти видел, как над городом пролетел объект, значит, шарообразной формы в сторону этой высоты 611. Затем он ударился об эту гору и, значит, раз в шесть подскочил, и практически, ну, взрыва не было, но был, значит, час примерно горела эта местность, и после этого, значит, все утихло. Через пару дней жители Дальнегорска увидели еще несколько тарелок. Они словно обследовали территорию, направляли на место крушения НЛО пульсирующий свет и лучи прожекторов. Зачем они это делали? Вероятно, искали фрагменты разбившегося объекта. Но остались ли от него на Земле какие-либо детали? Эксперты постарались это выяснить. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Военные или спецслужбы, значит, нас отслеживали, и когда мы поднялись, значит, на гору, там, где разбилось, вот на самом месте этой аварии, значит, из-за гор появился вертолет. Причем, ну, мы знаем, что в авиации всегда есть бортовой номер, значит, всегда есть опознавательный знак, государство там и так далее. Здесь вертолет был полностью без всех опознавательных знаков, и он именно пошел по Азимуту на нас и, значит, облетал это место, где мы там находились. Группа независимых исследователей состояла из пяти человек. Начать свою работу они решили с внимательного изучения местности. высоты 611, или, как ее еще называют, известковой горы. Эту возвышенность, как и весь Дальнегорск, окружает многочисленные карьеры. Здесь добывают полезные ископаемые для атомной и космической промышленности. Ведутся секретные разработки. Странные объекты в небе над Дальнегорском появлялись и прежде. НЛО, которые летают в этих местах, они всегда зондируют, а что добывается, а зачем, а почему. Особенно военные всякие испытания, разработки. Ну и здесь, значит, этот вот, в частности, корабль, который разбился, скорее всего, он в автоматическом режиме работал. Ну и все-таки где-то что-то, значит, в какое-то он излучение явно попал. Скажем так, не очень, ну, комфортное для него. И вышел какой-то сбой в системе управления, и он практически разбился на этой высоте, да. Но что стало причиной Дальнегорской катастрофы? Возможно, сама известковая гора, над которой пролетал разбившийся НЛО. Во всяком случае, по словам Валерия Парамонова, за много лет ни в одной из экспедиций подобных мест он не встречал. Так дубы, которые и сейчас растут на склоне известковой горы, обыкновенными точно не назовешь. Все дубы, значит, почему-то не больше 20-30 сантиметров толщиной. Все вот ровненькие, сделанные одним человеком, как будто. И в основании каждого дуба, вот в корневой системе, значит, как бы вам сказать, ожоги. То есть, ну, с точки зрения энергоинформатики, это говорит о том, что эта гора является вот очень энергоемкой. Значит, какая там у него кристаллическая структура, это геологи пусть разбираются. Возможно, НЛО не выдержал этой мощной энергии и потерпел крушение. Судя по тому, что все обломки разбившегося корабля пришельцев так и не нашли, была включена система самоуничтожения. Однако на Земле после аварии были обнаружены капли свинца и железа, а также фрагмент сеточки, изготовленные из материала и по технологии неизвестной современной науки. Значит, были взяты все эти образцы, сеточка и так далее. Все это было сдано в 13 институтов научно-исследовательских, которые исследовали эту материю и пришли к выводу, что в целом и химический состав, и технологии не соответствуют земным технологиям. Самой загадочной находкой оказалась тонкая сеточка. Химики такого еще не видели. Состояла она из аморфных углеродистых материалов с раздельными атомами металла. В ее состав входили углерод, цинк, серебро, золото, кремний, кобальт, никель, альфа-титан и еще множество других химических элементов. Но что самое интересное, при температуре 2800 градусов Цельсия некоторые из этих элементов пропадали, а вместо них появлялись новые. Какое применение инопланетным технологиям могли найти советские спецслужбы? Многие свойства аномальных явлений могли предопределить развитие новых видов вооружений. Там невидимые самолеты, там невидимые головные части ракет. То есть изучивший весь комплекс свойств вот таких вот явлений, возможно было это использовать на практике. Как для защиты, так и для создания новых видов вооружения. То есть оружие на новых физических принципах. Но есть ли хоть одно доказательство, что фрагменты странных аппаратов повлияли на научно-технический прогресс? В 1936 году в горном массиве Шварцвальд возле города Файбург обнаружена потерпевшая аварию летающая тарелка. Обломки НЛО оказались в распоряжении ученых Третьего района. Достоверность этих событий сегодня проверить сложно. Все сведения о происшествии были засекречены. Однако вскоре немецкими конструкторами был создан летающий диск Хау-Небу-1. Согласно документам из обнаруженных закрытых архивов СС, он имел диаметр 25 метров, а воздух поднялся в августе 1939 года. Я знаю, что были. Крушения были в Америке, в Германии, в Шварцвальде. И тому есть неоспоримые подтверждения. Я, конечно, могу допустить, что кто-то обладает такой техникой. Этой техникой хочет пользоваться. И, конечно, держит ее в тайне. Я уверен, такие случаи существуют. Интерес Адольфа Гитлера к летающим тарелкам в общеизвестии. После присоединения нацистами Австрии к Германии его не могли не заинтересовать разработки Виктора Шаубергера. Потомственный лесничий, он работал егерем в лесозаготовительной компании. Там Шаубергер и занимался своими экспериментами по созданию двигателя, который использовал только воду и воздух. С сыном Шаубергера я познакомился. В Берлине есть мессы, то есть выставочные, ну, как в Москве, выставочный зал. И там как раз вот в новом энергетике была, ну, громадная конференция, такая трехдневная конференция. У меня был приглашенный доклад. И сын Шаубергера показывал, ну, его некоторые интересные эксперименты. Это был первый случай, когда разработки Виктора Шаубергера официально увидели свет. Сначала их засекретило руководство нацистской Германии, а затем американцы. Именно на базе двигателя Шаубергера был создан знаменитый диск Белонце, одна из немецких летающих тарелок. После Второй мировой, вместе с другими учеными, задействованными в секретных проектах Третьего Рейха, Шаубергер был вывезен в Соединенные Штаты Америки. Он сказал, что, ну, там, значит, с тем, с кем он сотрудничал, что те практически украли его идеи, и он уже не чувствует себя свободным, его идеи, так сказать, взяты другими. Нью-Джерси. Здесь находится радиостудия, из которой уже несколько лет исследователь Кейт Валентайн рассказывает людям о том, что спецслужбы долгое время скрывали. Благодаря ее пятничному радиошоу американцы узнали, какое применение технологии Третьего Рейха нашли в США, и как спецслужбы используют секретные разработки нацистов. В зоне 51 был сконструирован бомбардировщик-невидимка. Если вы не знаете, что это такое, то, скорее всего, примите его за НЛО. Он выглядит в точности как НЛО. Был ли этот бомбардировщик изготовлен по образцу НЛО, никто не знает. Исследования проводились также отделением фирмы Локхитт под названием «Сканкворкс», в частности, Беном Риджем. Известно, что незадолго до смерти он сказал, «Все, что вы можете себе представить, мы уже сделали. Мы можем отправиться к звездам прямо сейчас». В гостях в студии Кейт Валентайн побывали военные и эксперты из многих стран. Достоянием общественности стали рассекреченные архивы спецслужб Великобритании, Бразилии, Китая. По словам ведущей, меньше всего информации по-прежнему удается получить от правительства США. Хотя рассекретить знаменитый инцидент в Розвилле американцам все же пришлось. Судя по показаниям свидетелей, тела пришельцев все-таки были обнаружены. Дело было в 1947 году, и многие из свидетелей тех событий в настоящее время уже мертвы. Те, кто остались живых, утверждают, что тела инопланетян были обнаружены и отвезены на базу в Райт-Петерсон. Если мы будем утверждать, что никаких тел пришельцев не было, значит, эти люди врут. А они были уважаемыми отставными военными. Их нельзя считать лжецами. Нет оснований не доверять им. После крушения НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году, в руках спецслужб США впервые оказались не только фрагменты летающей тарелки, но и тело погибшего пилота. Что удалось американцам выяснить о пришельцах и их технологиях? И где эти знания были применены? Разбилась тарелка летающая, да, значит, эти технологии американцы, в частности, использовали для технологии чего? Компьютерной техники, лазерного оружия, вот бомбардировщик стелс-невидимка, да, то есть, это вот технологии примерно вот этих летающих тарелок. Во второй половине 20 века в мире начинается настоящий бум НЛО. Из разных стран то и дело поступают сообщения о появлении в небе неопознанных летающих объектов. Жители Советского Союза и Соединенных Штатов, Великобритании и Бразилии видят тарелки, странные треугольные и шарообразные объекты. Что это, гости с других планет или новые разработки сверхдержав? Исследователь Роман Ходорев сейчас составляет карту аномальных мест Латвии. На ней отмечены районы, где в разные годы видели НЛО. Все эти случаи Ходорев расследует вместе со своими коллегами. В его распоряжении самый серьезный арсенал техники. От суперсовременной до проверенных временем советских аппаратов, которые применяли еще сотрудники КГБ. Это такая штука МТО-1000. То, чем в советское время, в принципе, снимали. Такая вот, весит несколько килограмм. В принципе, такой почти телескоп, который подключается к, точнее, привинчивается к советскому фотоаппарату «Зенит». Одно из самых громких расследований латвийских исследователей пока не завершено. До сих пор не утихают споры о происхождении объекта, который здесь наблюдали в 1968 году. 25 августа на аэродром «Скулте» под Ригой пригласили кинооператора Зигурца Дубинша. Нужно было снять плановый взлет самолета. Ну, в принципе, такая нормальная партийная работа снять, как такой большой военный самолет садится, взлетает. И, в принципе, наверное, для каких-то материалов общественно-пропагандистических, советских. Съемки уже подходили к концу, как вдруг в небе над аэродромом «Скулте» появился вот этот объект – светящийся треугольник. Военные распорядились поднять в воздух перехватчик. Но сделать этого не успели. Треугольник быстро исчез. Камера оператора Дубинша все это время продолжала работать. На последних 10 метрах пленки, а раньше пленка над такими матками была, у него 10 метров, последние 20 секунд он снимает вот такое нечто треугольное, летящее в облаках. И, в принципе, он отснятый материал несет на проявку в Рижскую киностудию и последние вот эти вот 10 метров пленки там отрезают. Фрагмент, на котором был запечатлен КНЛО, отрезали для того, чтобы он не достался КГБ. Вскоре на киностудию действительно пожаловали представители спецслужб и ЦК партии. Эта запись не могла их не заинтересовать. Как раз в 68-м Советский Союз проводил операцию «Дунай» по защите завоеваний социализма и борьбе с внутренней контрреволюцией в Чехословске. Расследовали любой случай появления подобных объектов в небе над Советскими Республиками. Но эта пленка так и осталась в архиве Рижской киностудии. Спустя несколько десятилетий ее подвергли анализу с помощью уже современных технологий. В общем, появились программы, которые вы, наверное, видели. 3D-редакторы, которые позволяют уже в виртуальной реальности создавать эти же объекты. И можно даже посмотреть, как в это время светило солнце на этот объект. Все рассчитать. В принципе, такая чистая математика. Проведенный анализ опроверг самую распространенную версию происхождения рижского НЛА. Многие считали, что треугольник – это не что иное, как шар свободы. Жители Прибалтийских Советских Республик получали их из-за железного занавеса. Размеры такого шара были примерно 2 на 1,5 метра. Изготавливали его из прозрачного полиэтилена. А снизу прикрепляли пропагандистские листочки. В небе такой шар свободы действительно напоминал треугольный предмет. Но детальное изучение объекта с помощью компьютерных технологий эту версию не подтвердило. Вот эта теория с шаром свободы, как это раньше было, точнее, вот эта основная версия, уже чуть-чуть пошатнулась. И, в принципе, то, что показала... Есть еще программа для трехмерной визуализации объектов, тоже можно просчитать. Вот какой бы был объект, если взять все тени и построить их правильно. Откуда же появляются странные, необъяснимые объекты? И почему число таких аномальных явлений продолжает расти? По мнению ученых, нередко НЛО – это не что иное, как результат последних научно-технических достижений человечества. А вовсе не корабли пришельцев. Этих проявлений много из-за того, что применяется и климатическое оружие, и лазерное, и просто обычные атмосферные эффекты бывают, которые дают определенные оптические такие вот проявления, которые иногда принимают за НЛО. То есть в большинстве случаев это известные физические проявления. Самое мощное климатическое оружие на сегодняшний день – система ХАР, созданная американцами. Специалисты вынуждены признать, что именно запуск этой гигантской установки привел к появлению огромного количества светящихся шаров, которые и сейчас замечают в разных уголках Земли. Эти шары могут быть плазмоидами, образовавшимися в атмосфере Земли. В данном случае, конечно, первое, что приходит на ум, это построенная на Аляске установка ХАРП, которая на принципах физических проводится эксперименты с тем, чтобы на крайне удаленных расстояниях создавать непосредственно эти плазмоиды, и не только создавать, но и направлять их. Так, плазмоид направленного действия может иметь огромную разрушительную силу. Американцы всерьез намерены наращивать мощность этого сверхсовременного вида оружия. Система уже включает в себя две станции на Аляске и их аналог – Коэн-Тарик. Похожие на плазмоиды светящиеся шары в начале 90-х начали видеть жители Курдикского района Латвии. Чтобы успокоить население, местная администрация даже обратилась к специалистам. Исследователь Валерий Парамонов был одним из тех, кто выехал на место. Причину аномалии сразу же связали со скрунским локатором, который находился в этом районе. Скрунский локатор – это был локатор системы противоракетной обороны, который прикрывал это западное направление против стартов баллистических ракет американских и так далее. И, значит, ситуация здесь вообще-то была нестандартной. Значит, Совет министров Латвии и одна из партий попросила нас дать свое заключение по локатору, потому что тогда готовился вывод советских войск из Латвии. Сегодня уже демонтированный локатор около города Скрунда в советские годы был закрытым объектом. Он находился под круглосуточным наблюдением военных. Все, что вокруг него происходило, фиксировалось фото- и видеокамерами. Однако далеко не все фотоснимки сами военные могли объяснить. Энергоинформационная структура растет над локатором, отделяются какие-то, значит, сгустки. Значит, вот следующая серия, да, то есть они отлетают совсем, ну и затем они летят дальше, да, то есть уже самостоятельно, да. Скрунский локатор создавал мощное электромагнитное излучение. Под его воздействием формировались плазменные образования, светящиеся шары, которые и видели жители Кулдикского района. Военные, конечно, прекрасно знали об этой особенности. Но в какой-то момент все, что происходило вокруг Скрунского локатора, явно вышло из-под контроля. Вот эта серия снимков, это говорит о том, что здесь еще более мощное излучение, да, потому что тут мы видим раз, два, три, четыре, пять практически, значит, объектов, да, от Скрунского локатора идут, да. Но, значит, дальше это пусть физики разбираются. Значит, я могу сказать другое. А интересовал ли Скрунский локатор, внеземные цивилизации и параллельные миры, да, интересовал. Обнаружить НЛО, которые появлялись в радиусе нескольких километров от локатора, исследователи пытались и вновь. На самолете в воздух поднялись специалисты-парапсихологи, профессиональные контактеры, люди, способные считывать информацию из информационного поля Земли. По словам Парамонова, на связь с ними пришельцы действительно вышли. Но настроены они оказались весьма агрессивны. Одному из наших контактеров было четко показано, значит, летающая тарелка, вот так она примерно смоделирована была, выглядела, да. То есть, видите, есть сфера и четыре лепестка вокруг нее, да. Значит, и вот этот вот объект, это очень серьезный объект, значит, стреляет по, ну, картинку показывает, да, по нашему самолету, вот этим лазерным лучом, и самолет взрывается. Но мы поняли, что шутить не надо, и, значит, мы оттуда улетели. Но мощные локаторы, системы противоракетной обороны, климатическое оружие ХАРП, все это было разработано и введено в эксплуатацию не так давно. Случаи же появления в небе неопознанных летающих объектов начали фиксировать гораздо раньше. И этому есть документальные подтверждения. В начале августа 1914 года, когда Первая мировая война только началась, МВД Российской империи направило всем губернаторам циркуляр. В нем сообщалось, что в некоторых местностях появились воздушные аппараты, пролетающие главным образом над хранилищами войсковых запасов. Светящиеся шары заметили в Казанской, Пермской и Владимирской губерниях. Обо всех случаях следовало сообщать в департамент полиции. Что это были за объекты? Аппараты разведчики времен Первой мировой или нечто необъяснимое? Надо было как-то следить за противником. Для этого разрабатывались разные бесплатные летательные аппараты. Например, эти действительно могли быть какие-то тарелкообразные или шарообразные объекты, самые простые, надутые гелием. Уже в 1947 году странные аппараты, появляющиеся в небе, получили название НЛО. 24 июня пилот Кеннет Арнольд заметил 9 сверкающих шаров, которые совершали маневры в воздухе. С тех пор очевидцами НЛО стали тысячи пилотов из разных стран. Рамштайн. Самая большая американская авиабаза за пределами штатов. Опорный пункт ВВС США. Расположена она неподалеку от города Кайзерслаудер в Германии. В начале 90-х академик Академии наук Латвии, доктор физико-математических наук Андрес Буйкес был приглашен читать курс лекций в новый технический университет Кайзерслаудера. Вместе с ним в город приехали супруга и семилетняя дочь. В это время как раз была первая иракская война, когда с Кувейта Ирак захватил Кувейт. И значит тогда вот эта война шла. И мы привыкли, что практически каждый день по 10 раз прилетают эти громадные военные самолеты. Как я понимаю, они летели из Соединенных Штатов, Рамштайн. Там садились, наверное, и пилоты менялись или как-то. И потом они уже летели там в Кувейт. Как вспоминает Андрес Буйкес, однажды около 8 часов вечера вместе с семьей он возвращался домой. Шли пешком по улочке, от которой до базы Рамштайн более 15 километров. За разговорами ни Андрес, ни его супруга сначала ничего необычного не замечали. Я как-то посмотрел в небо и увидел огоньки, но автоматически мы не обратили внимания, но обычный самолет. И вдруг как-то оба замолкли, потому что, оказывается, этот самолет над головой, и абсолютно никакого звука не слышно. Ну, мы так поняли, что что-то такое, смотрим вверх, и видим этот, ну, как треугольник. Как раз огни хорошо были видны, и, ну, ощущение такое, что оно было громадное. Громадные размеры и абсолютно никакого шума от работающего двигателя. Гигантский треугольник словно проплывал над головой. Что это был за объект? Оказалось, что в этот же вечер НЛО видели не только возле Рамштайна. Его заметили и в других населенных пунктах Германии. На следующий день в местной газете была написана небольшая статья, что вот эту тарелку видели с границы Франции. Как раз Кайзершлаутен, ну, километров 70, неполных 100 километров от границы с Францией, южно-западная часть Германии. И видели до Альпийских гор, где-то там, в Австрии, и видели несколько тысяч человек. Что за странные объекты летали возле американской военной авиабазы? Может, это новейшие разработки Соединенных Штатов? Из числа пока засекречены. Немецкий исследователь аномальных явлений Александр Кнер решил найти ответы на эти вопросы на самой авиабазе Рамштайн. Ему удалось записать свидетельство пилота. Как выяснилось, американские военные летчики неоднократно получали приказ преследовать объекты, которые то и дело появлялись над Рамштайном. Издалека они увидели над авиабазой объект. Запросили посадку, но им ответили из диспетчерской. Оставайтесь в воздухе, у нас вторжение, сопровождайте. Они взяли курс на объект. Объект повернулся, и они увидели, что он имеет форму огромного треугольника. С невероятной скоростью он пролетел над ними. Они попытались его преследовать, но объект летел слишком быстро. Этот случай произошел в 1984 году, но он далеко не единственный. Из воспоминаний пилотов ВВС США известно, что неоднократно НЛО словно дразнили экипаж. Позволяли преследовать, подпускали ближе, а затем резко набирали скорость. Об этих встречах с НЛО пилотам рассказывать журналистам до сих пор запрещено. И нарушение этого запрета чревато военным трипуналом. Пилот, преследовавший НЛО в 1984-м, поделился информацией при условии анонимности. Сразу после приземления американские спецслужбы допросили его. «Ты что-то видел? Запомни, ты ничего не видел». Ему угрожали, запрещали что-то говорить. У летчиков есть приметы. Если бы встречал НЛО жди неприятности, о происшествии нужно докладывать начальству. За этим может последовать медпроверка, а в самом худшем случае и отстранение от полета. В начале 80-го года начальникам Генерального штаба Вооруженных сил была подписана директива о создании постоянно действующей системы сбора информации об аномальных явлениях. По словам полковника Плаксина, НЛО чаще всего наблюдали на большой высоте, вплоть до ионосферы. Бывали случаи, когда при встрече самолета с тарелкой в полете отказывал двигатель. Мне оказывают серьезное воздействие на бортовую технику самолета, в частности на геракомпаса, на радиосвязь с руководителем полета. А бывает, что возникает помпаж двигателя, то есть выключается двигатель в полете, и летчики в этом случае должны просто катапультироваться. Таких случаев достаточно много. Они специально фиксируются в каждой части в журнале предпосылок летных происшествий. Вот в частности в Калининградах таких случаев за 5 лет было порядка 6-7. Легенда советской авиации, летчик-испытатель первого класса Марина Попович за несколько десятилетий собрала свидетельства почти трех тысяч человек, видевших НЛО. Среди очевидцев немало ее коллег-летчиков. В Советском Союзе открыто обсуждать тему НЛО им не рекомендовали. Но ни один случай появления неопознанного летающего объекта в небе незамеченным не останался. Но я совершенно четко знаю, что у нас, где я летала, был назначен или не назначен, или уполномочен человек, который записывал, если что-то случится в этом плане. По словам Марины Попович, однажды она и сама стала свидетелем того, как НЛО завис в небе над аэротропом. Правда, в тот момент Попович находилась не в самолете, а на земле. Наблюдала за тем, как ее коллеги пытались прогнать непрошенных гостей. НЛО попросту не давал пилоту проводить испытательный полет. Он его загоняет. Он летит, а он дальше. Он за ним близко, а он дальше. Теперь у него кончается топливо, уже топливо, возвращение, надо возвращаться. Он покачал крыльями и стал уходить. А тот облетел его и тоже два раза наклонился и ушел в другую совершенно сторону. То есть он заставил его выработать топливо, но наш не стрельнул. Хотя мог бы стрельнуть, а вот не стрельнул. Нет. Слишком разумное поведение. Слишком разумное поведение. Марина Попович освоила более 40 типов самолетов и вертолета. Первой из женщин она преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. По ее словам, на фотоснимках, сделанных во время таких испытаний и демонстрационных полетов, нередко запечатлены подозрительные белые шары или светящиеся точки. Так особый интерес пришельцев вызвал первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Скорость этого самолета в два раза превышала скорость звука. Но даже Ту-144 по всем своим параметрам явно уступал технике наблюдателей. Во-первых, они летают, видимо, с изменяемой геометрией. Как-то могут изменять в воздухе. Второе, у них безмерные скорости от нуля до бесконечности. Они уходят и исчезают. Значит, вот эти все изменения, это же, конечно, все новое. Мы хоть и ходим со скоростью, допустим, 3000 км в час, там еще даже больше можно, спутники тоже еще больше летают. Но все-таки это не та, что у летающих объектов. Но они обязательно нас как-то контролируют. Вот я помню, когда Ту-144 взлетел, сверхзвуковой тяжелый самолет наш, так летали вокруг. Состязаться в скорости с кораблями пришельцев безусловно. Подавать сигналы НЛО или преследовать объекты без специальной на то команды летчикам запрещено. Чем это может обернуться, стало ясно еще в 1948 году. 7 января на базе ВВС США неподалеку от Форт Мокса командир самолетного звена капитан Ментал пошел на сближение с неопознанным летающим объектом. В результате американский самолет был сбит. Тело пилота нашли среди обломков. Петрозаводск. 20 сентября 1977 года в этом городе произошли события, которые заставили и научное сообщество, и власти СССР по-новому взглянуть на феномен НЛО. После 20 сентября 1977 года была создана так называемая система, которая получила название Сетка АН, Сетка Академии Наук. И после этой программы все части, связанные с ПВО нашей страны, связанные с военно-воздушными силами, они приступили к фиксации, к определению того, что происходит в небе нашей страны. О том, что произошло в Петрозаводске, тогда написали «Известия» и «Ленинская правда». В статьях сообщалось, что почти все жители города стали очевидцами аномального явления небывалого масштаба. По небу со стороны Онежского озера к Петрозаводску двигался громадный светящийся объект. Сначала он представлял собой подобие гигантской гантели. Затем начал менять свою форму. Через какое-то время, через несколько минут, из этих гантелеобразных объектов образовался один объект, условно называемый медуза. И хочется сказать, что во все время превращений этих небесных явлений от объектов шел так называемый световой дождь. Очень часто он был такого светло-зеленоватого цвета. И именно об этом свидетельствуют очень многие очевидцы. На утро после происшествия жители города обнаружили, что медуза оставила после себя след. На оконных стеклах во многих домах образовались странные отверстия, в основном круглые и овальные. Видеть их доводилось и исследователю Игорю Афоничеву. Размер отверстия в диаметре составлял не более двух сантиметров. И самое интересное, что когда пытаешься прикасаться к краям вот именно этого отверстия, то он не режется. Он вроде бы как и не полукруглый такой, да, а именно твердый, вернее, не твердый, а прямые углы, но не режется. То есть если вот обычно стекло сломаешь, да, то есть кромкой можно обрезаться. Здесь пальцем вводишь, нельзя обрезаться. Но как появились эти загадочные отверстия в стеклах? Еще до того, как свои заключения сделали эксперты, жители города выдвинули собственные предположения. Многие вспоминали, как петрозаводская медуза посылала на Землю лучи желто-золотистого цвета. Вероятно, именно они, словно лазером, прожгли окон на стекла. Конечно же, это не ударная волна, это 100%. Это некое термическое воздействие, которое имело некий эффект кумулятивного действия. Есть такое понятие в нашей армии, снаряды кумулятивного действия, которые прожигают броню. Здесь, очевидно, идет речь о прожиге стекол. Но как объяснить само так называемое петрозаводское чудо? В конце 70-х выдвигали даже версию о необычном атмосферном явлении. Однако сторонников у нее и тогда было немного. Еще одно возможное объяснение – запуск спутника «Космос-955» с расположенного неподалеку космодрома Плесецка. Запуск состоялся как раз 20 сентября 1977 года. Дело в том, что подобного типа явления, там же недалеко, в конце концов, Плесецк, космодром, с которым запускаются спутники искусственные. Так вот, в то далекое время люди в массе своей не представляли, как выглядит запуск искусственного спутника Земли в ночное время. А это целый комплекс различных явлений. Это вытекание отработанного топлива, это его свечение, это различные-различные эффекты в небе. И в то время это, конечно, людей шокировало. Неужели гигантский, меняющий свою форму объект над Петрозаводском, это действительно инверсионный след от ракеты со спутником? На первый взгляд, эта версия звучит весьма убедительно. У нее немало сторонников и сил. А в советские годы она была особенно популярна. И нашла широкую поддержку в научном сообществе всего Советского Союза. Я думаю, что официально власть хотела бы связывать это, да, чтобы не было никаких там брожений в умах у людей и все остальное. Вот есть официальная информация, типа, верьте ей. Однако, в отличие от инверсионного следа, который остается после запуска ракеты, Петрозаводский летающий объект имел геометрическую форму. Более того, он мог ее изменять. А после того, как была восстановлена вся хронология событий, стало ясно, что Петрозаводский феномен и запуск спутника никак не связаны. Эта гипотеза не выдерживает критики. Оказалось, гигантский НЛО видели не только в Карелии, но и за ее пределами. Это было настолько широкомасштабное явление. И наблюдалось оно до 6 утра. И пик его был не в 2 часа, когда был запуск искусственного спутника Земли, а в 4, до 4.20. То есть 20 минут самое сильное было свечение, когда действительно можно было читать газеты, и не только, может быть, и книгу. И наблюдалось оно вплоть до Тбилиси. То есть вся европейская часть была захвачена. Значит, на севере это вот от Хельсинки до Ленинграда, до Урала даже наблюдалось. А на юге вплоть до Одессы и Тбилиси. В самой Карелии попытки найти рациональное объяснение петрозаводскому феномену жители считают бессмысленными. Очевидцы скорее поверят в то, что в ночь на 20 сентября 1977 года над городом пролетала гигантская тарелка, от которой исходило необычное свечение. Или это была целая инопланетная эскадрилья из нескольких небольших НЛО. События, которые происходили тогда, связаны с цивилизациями явно неземного происхождения. И это еще раз одно из доказательств того, что это не современные какие-то технологические средства, которые дают такой эффект. Ведущий научный сотрудник Карельского краеведческого музея Михаил Данков обнаружил рисунок, который может в корне изменить подход к изучению петрозаводского феномена. Оказалось, что аномальные явления в небе над Карелией наблюдали не только в 20 веке. Странные объекты здесь появлялись гораздо раньше. В этой папке находится ряд документов, связанных с тем самым легендарным и фантастическим событием, рисунком, который был обнаружен в национальной библиотеке. Это бывшая библиотека Салтыковка в Санкт-Петербурге. В Петербург Данков отправился, чтобы поработать с личным архивом Гаврила Державина. В нем он хотел найти сведения о строительстве государевой дороги, трассы, проходившие по территории Карелии от Белого моря до Ладожского острова. А нашел еще и рисунок, который теперь называют сенсационным. Его автор запечатлел видение в небе над Карелией. Причем наблюдали это видение в 1784 году. Три Солнца, которые имели не шарообразный вид, а треугольники. И в центре главное, четвертое Солнце, круглое. Все эти четыре объекта вокруг себя имели накручивающиеся цветные ленты четырех цветов. Очевидцем видения в небе оказался капитан-исправник Черенцов. О странном, как бы сейчас сказали, аномальном явлении, военный по всей форме докладывал Гаврилу Державину, губернатору этих мест. Черенцов написал рапорт, а уже к нему приложил и рисунок. 10 апреля в понижутке от часа по полудни с 10 минуты в небе наблюдались любопытные цветовые явления, конструкции, которые постепенно видоизменялись. Они грассировали по небу и именно вот об этих изменениях и о самом явлении и сообщил в своей докладной записке, в своем рапорте тот самый неизвестный для истории капитан-исправник Черенцов. Неужели в 18 и в 20 веках над Карелией наблюдали одинаковые явления? Во всяком случае, видение, которое писал капитан-исправник Черенцов, очень напоминает знаменитое петрозаводское чудо. Медузу, которая двигалась от Онежского озера к городу. В обоих случаях объект менял свою форму. Они менялись. Менялось угловое расстояние между объектами. Менялось местоположение небесного объекта-явления в небе на уровне пространства. То есть шла какая-то, если не деформация, то изменение этого явления. Собственно, то же самое, подобное изменение, точнее, было и в конце 20 века над Данилевским озером. Но если петрозаводский феномен не связан с научными разработками и военными испытаниями 20 века, то как его объяснить? Возможно, это действительно след летательного аппарата, но не ракеты землян, а корабля пришельцев. И в Карелию они прилетали уже не раз. Но чем этот край так привлекает инопланетян? Почему на протяжении нескольких столетий здесь видят НЛО? Карелия – это зона, где очень повышена активность именно геопатокенных зон, разломов. Не зря же у нас шунги тот же самый есть. Не зря у нас есть природные минералы практически со всей таблицы Менделеева. То есть это территория, которая очень богата разными факторами, которые могут каким-то образом влиять на это. И наверняка вот это все может каким-то образом влиять на посещение. После того, как Карельская земля освободилась от толстого слоя льда, выяснилось, что до Ледникового периода в этих краях существовала высокоразвитая цивилизация. Ее наследие – гигантские мегалитические сооружения, священные сейды и каменные лабиринты. В это сложно поверить, но судя по возрасту гранитов и пигматитов, Карелия была обитаема еще 3 миллиона лет назад. Здесь, по мнению многих историков, находилось легендарное государство Биармия. То, что Биармия как государство существовало, говорят, очень многие исландские саги конца 8-9 века, и купцы торговали, видели это государство, видели эти города, где рос виноград, где вообще по существу были субтропики. А до загадки Биармия, Карелия, как и достаточно широкое пространство русского севера, связано с еще одной фантастической загадкой, которая называется Гиперборея. Мегалитические сооружения этой древней высокоразвитой цивилизации сохранились в разных уголках Земли. Об этом свидетельствует то, что фактически все они возведены по одной технологии. Гора Харахона, Северный Кавказ. Уже несколько лет подряд группа исследователей из разных стран изучает обнаруженные здесь подземелья. Выяснилось, что построены они по тому же принципу, что и тоннели под пирамидами на плато Гиза в древнем Египте. Но объяснить, для чего те и другие предназначались, до сих пор не удалось. Внизу есть, мы называем его, каменный мешок. То есть одна стена идет ровная, вверх уходит совершенно ровная, но местами разрушенная просто от времени. То есть чуть-чуть вглубь уходит, где-то смещение наружу. А другая сторона идет таким ровным полукругом. Такой получается, какой большой каменный мешок. Одна из шахт, обнаруженных внутри горы Харахора, может быть вентиляционной. В ней даже на глубине 30 метров не сырой, а свежий воздух. Кто создал эту систему вертикальных и горизонтальных тоннелей? И каким образом древние строители перемещали гигантские каменные блоки весом от 200 до 250 тонн? На Северном Кавказе мы не видим ни подъездных путей к подземным сооружениям, мы не видим никаких дорог, мы не видим никаких бетонных или скальных оснований, на которых теоретически могли бы эти подъемные краны находиться. Еще одна загадка. Как строителям удалось настолько идеально подогнать каменные блоки друг к другу? Спустя тысячелетия их грани остаются абсолютно ровными. Между стыками не пройдет даже иголка. Такая технология соединения мегалитических блоков позволила этому сооружению пережить не одно мощное землетрясение. Хотя время все же изменило его облик. Сооружение. Я допускаю, что в первоначальные времена оно было не подземным, а надземным. Видимо, в какой-то момент оно было занесено землей. Естественно, поросло травой, заросло деревьями. И сейчас высота деревьев над подземным сооружением такова, что ни с земли, ни с воздуха заметить вход невозможно. Я скажу даже больше, первоначально, когда был открыт первый вход, сейчас мы знаем не менее четырех входов в это сооружение. Школьный учитель и краевед Муаед Мальсургенов считает, что раскрыть секрет горы Харахора помогут местные легенды. Многие из них повествуют о том, что в Кабардино-Балкарии некогда существовало древнее могущественное царство. По распоряжению его правителей и был создан целый подземный город. Легенда гласит, что там находилось целое царство десятилетной давности. И вот какие завоеватели там не проходили, в общем, никак не могли завоевать это царство. И вся загадка заключалась в том, что там много подземных ходов. И вот за счет этих загадочных подземных ходов вот это царство сохранилось долгое время. Многие исследователи убеждены, что узнать, откуда прилетают НЛО и пришельцы, поможет не мистика, а квартовая физика. Теоретически она уже доказала. На Земле существуют не три, а 12 измерений. Говорят, что все из-за одной там принцессы, красавицы, вот все эти побоище там происходило. И вот она там замуровалась под конец уже, когда хотели взять уже окончательно вот эту цитадель. По другой версии, хозяевам Харахоры удалось спастись. С тех пор они обитают в параллельном измерении и время от времени появляются в своих владениях. Местные жители признаются, назвать эти подземелья заброшенными действительно нельзя. Над ними то и дело появляются светящиеся шары, и эти объекты словно гипнотизируют людей. Они почему-то заставляли смотреть на них, хотя я в это время наблюдал за другими объектами. Впоследствии, значит, ровно полгода назад, зимой охотясь на утку возле фермы, заставило отлезть от утки к светящейся огне. Начали уходить от меня в юго-западном направлении. И довольно-таки, как мне показалось, очень близко. Но что смущает, что заставляет смотреть туда почему-то, хотя мне туда и совершенно не нужно было смотреть. Ну, а последний эффект вот неделю назад был. Неужели представители предыдущих высокоразвитых цивилизаций действительно не погибли, а переселились в параллельные миры? Есть теория о том, что это может происходить в других измерениях. Есть модель мира, предполагающая мультиверсум, существование параллельных миров. Мы – существа трехмерные. Если брать время, четырехмерные. Но квантовая физика говорит, что их больше – 8, 9, сколько других уровней. Но что там происходит? Какие законы природы там работают? Живут ли там некие существа? И если да, могут ли они проникать в наш мир? Неужели именно пришельцев из параллельных миров то и дело встречают жители Земли? Именно их летающие тарелки и корабли фиксируют радары военных. Тогда становится понятно, почему так часто НЛО появляются в одних и тех же местах. Там находятся входы, порталы в их измерениях. По нашей классификации мы придерживаемся того, что 95% летающих тарелок – это вообще-то из параллельных миров. То есть это рядом с нами на Земле живут другие цивилизации в других измерениях просто. Доказательство этого, по словам Парамонова, его группа получила во время одной из своих самых первых экспедиций. Она была организована в деревню Малёпка, Пермской области. Тогда исследователи сами оказались в центре так называемого Эмского треугольника. Вокруг происходили явления, которые не подчинялись законам природы и академической физики. У нас над лагерем появилась вот такая тарелка. То есть, причём её видели все участники экспедиции обычным нашим зрением. Значит, то есть это, чтобы вы так понимали, в длину она примерно 100 метров. То есть это очень большая, это корабль-матка вообще-то по большому счёту. И в данном случае мы считаем, что это уже вообще-то не представители параллельного мира, а это та цивилизация, чей космодром там в этой местности был. Неужели латвийские участники экспедиции в Пермскую Малёпку заглянули в параллельное измерение? Гигантский 100-метровый корабль несколько человек наблюдали около 4 минут. Исчез он так же быстро, как до этого появился на совершенно безоблачном небе. Он так, и его не стало. То есть он перешёл в своё куда-то измерение, которое наши органы чувств уже не берут. Поэтому, чтобы мы так понимали, что тарелки способны вот эти, и из параллельных миров тоже они, мы их видим, когда они в нашем трёхмерном измерении появляются. Когда они, значит, в данном варианте на чистом небе появились, и сразу раз, и нету. То есть она никуда не улетела, она просто ушла в своё измерение. По мнению Евгения Сидорова, директора Латвийского центра исследований аномальных явлений, изучением подобных событий давно пора заняться официальной наукой. Нужно не гоняться за НЛО, а создавать новую концепцию мира, использовать научный подход, парапсихологию и даже опыт религиозных конфессий. Надо сопределение феномена жизни, посмотреть на феномен жизни в расширенном понимании его, посмотреть на феномен разума, на феномен сознания, на такие понятия фундаментальные, как пространство, время, реальность, в конце концов. Банковский служащий Посси Голберт убеждён, что пришельцы нанесли серьёзный вред его здоровью. Он только что покинул медицинский центр, где проходил обследование. Томография показала, что в теле жителя Нью-Йорка находятся несколько жучков, имплантатов неземного происхождения. Сделать рентгеновский снимок врачам удалось с трудом, только с четвёртой попытки. Аппаратура по непонятной причине несколько раз отключалась. По мнению Голберта, всё дело в излучении, которое исходит от жучков. Рентгеновский снимок они всё же сделали. Я его видел. На нём видно, что в районе шеи, отсюда, как будто выходит свет. Кроме того, рентген выявил и другие импланты в моём теле. Я не знал, что они там есть. Это фотоснимки жучков, обнаруженных у Посси Голберта. Они находились под кожей, на шее, на спине и на правой ноге мужчины. Сделаны имплантаты из материала, похожего на очень прочный пластик. Но откуда взялись эти жучки? По словам самого Голберта, ему под кожу их поместили пришельцы. Инопланетян американец видел уже не один раз. Я думаю, с их помощью они могут видеть и слышать то, что вижу и слышу я. Они могут следить за мной. Первая встреча Посси Голберта с пришельцами произошла, когда он был ещё ребёнком. И вместе с семьёй жил в Бронксе. Причём существа маленького роста с большой головой и тонкими длинными руками видел не только Голберт, но и его братья. Инопланетяне всегда находились на расстоянии 5-7 метров от подростков. Пришельцы словно сканировали их, получали нужную им информацию. Были видны, как бы вам сказать, представители вот этой цивилизации. И вот голова человеческая, и вот ушки, вот как у кошки, знаете, такие остренькие, вот здесь вот. Поэтому дали этой вот цивилизации такое условное название. Но зачем представители высокоразвитой цивилизации кошек посещают нашу планету? Контролируют военные объекты, а возможно и похищают людей. Чего они хотят добиться своими агрессивными действиями? Сторонники этой весьма смелой теории считают, что цивилизация кошек проводит генетические эксперименты над людьми и планирует завоевать землю. Это кошачья цивилизация, мы думаем, все-таки это где-то район бывшей планеты Фаэтон, вот, которая взорвалась за Марсом, да. Поэтому практически они лишились своей планеты, они сейчас практически пытаются захватить Землю. Но неужели правительством сверхдержав и стран первого эшелона о генетических экспериментах инопланетян над людьми ничего не известно? Ведь если такая информация есть у исследователей и энтузиастов, ее наверняка владеют у спецслужбы. И доказательство этому обнаружила Кейт Валентайн. Рейган объявил программу космической оборонной инициативы, которую потом называли программой «Звездные войны», и из-за которой впоследствии Рейгану дали прозвище «Рейган», то есть «лучевое оружие». Он говорил о том, что следующая война на нашей планете начнется с космического вторжения. Другими словами, в ней будут использоваться не самолеты, а космические спутники. И сейчас действительно ведутся кибернетические войны. Сведения о контактах с пришельцами хранятся в так называемой «книге тайн». Это документ, с которым должен ознакомиться каждый американский президент перед вступлением в должность. Своеобразный обряд посвящения имеет и вполне практическое значение. Президент должен знать, на какие программы уходят средства из госказны. Вот там прописан тот документ, в этом документе или в части этого документа, касающихся неопознанных летательных объектов и других неизвестных и научно недоказанных явлений, которые могут повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки, он прописан, допустим, сумма, такая-то должна, необходима на то-то, на то-то. Но кто написал американскую книгу «Тайм»? Кому о пришельцах и НЛО известно гораздо больше, чем всем остальным жителям планеты? Неужели сильные миры сего действительно давно установили контакт с обитателями других галактик? Или даже заручились их могущественной поддержкой? И сегодня манипулируют правительствами и президентами? Президент Соединенных Штатов – это больше номинальная должность. Это далеко не самостоятельный человек, который принимает единорично военно-политические решения, решения государственного уровня и так далее. За президентом стоят определенные люди, представляющие стеблишмент. Часто эти люди являются непубличными фигурами. Все своего финансового могущества – это очень влиятельные люди. Что известно самым влиятельным людям мира о контактах с пришельцами? Какую информацию засекретили спецслужбы? Пилот легендарного экипажа корабля «Аполлон-11» Эдвин Олдрин после полета на Луну на одной из пресс-конференций отвечал на многочисленные вопросы журналистов. Казалось бы, всего лишь очередное интервью. Вполне ожидаемые вопросы. И самое естественное из них – что вы видели на Луне? Однако неожиданно для собравшихся Олдрин так и не смог ничего ответить. Более того, он почувствовал необъяснимую панику. Он вспоминал, что он честно пытался вспомнить, а что же он видел, чтобы об этом рассказать. Но чем больше он пытался вспомнить, тем больше усиливалась вот эта волна панического ужаса, которая его охватила. Эдвин Олдрин был вынужден прервать свое выступление. В сопровождении супруги Джоан он вышел на улицу. Но там психологической панике добавилось еще и физическое недомогание. И это при том, что астронавт отвечался отменным здоровьем. Через несколько лет, в 1999 году, Олдрин не выдержал давления журналистов и фактически признался. Он просто не помнит о том, что видел на Луне. И он скричал, оставьте меня, вы меня уже достали этими вопросами, я не знаю, что я видел на Луне. И это для тех, кто интересовался этой темой, это было тем более странно, потому что, ну как же так? Человек был на Луне, и он ничего не помнит. Подобные провалы в памяти случались и у других членов экипажа корабля Аполлон-11. Странно, но люди, которые первыми из землян побывали на Луне, не любили об этом говорить. Всячески старались уйти от ответа на самые безобидные вопросы. А может, американским астронавтам просто нечего было рассказать? Многие из космонавтов, они как-то после завершения своих лунных программ, они ушли в тень. Ну, например, к числу таких людей можно назвать знаменитого Нейла Армстронга. Человек, который первым вступил на поверхность Луны. Его очень долгие годы не было, он не давал интервью, он практически вообще не появлялся. Ни на каких-то публичных мероприятиях, ни на телевидении, ни на радио и прочее. Полет на Луну для Соединенных Штатов был делом частей. Нужно было взять реванш. Ведь первым космонавтом в Земле оказался не американец, а гражданин СССР Юрий Гагарин. Ответный ход был сделан. Но на фоне открытого и общительного Гагарина, американские астронавты выглядели чрезвычайно замкнутыми и немногословными. Они остались, ну, как сказать, картинкой. Вот наши астронавты по обыдному Луне, граждане США, человеки, люди, они вернулись, они живы, здоровы. Ничего страшного на Луне не происходит. Это наш спутник. Или что-то в этом роде заявить. А если бы представьте ситуацию для имиджа, международного имиджа США, они сделали эту программу, запустили, отправили экспедицию, а вернулись неадекватные люди. Другой вопрос, что они там и увидели. Немногословностью отличались и члены экипажей последующих лунных экспедиций. Астронавты все как один, помнят момент запуска корабля и сам полет. Но только не момент пребывания на поверхности спутника Земли. Почему астронавты не помнили даже своих собственных впечатлений? По мнению специалистов, информация была целенаправленно стерта из их памяти. Когда они вернулись на Землю, вдруг все они набрали воды в рот. Вдруг все они стали вести странную жизнь затворников. Их было даже жаль, они были психологически задавлены. И потом уже, спустя вот сейчас, десятки лет, мы узнаем, что с ними проводились сложные психологические, гипнотические. Их, значит, давили на них, на их психику, давили высококвалифицированные гипнотизеры, психологи, выдавливали из них информацию о пребывании на Луне. Известный факт. Астронавт Эдгар Митчелл даже обращался за помощью к американскому психологу Джин Хьюстону. Участник третьей лунной миссии, член экипажа пилотируемого космического корабля «Аполлон-14» страдал необъяснимыми провалами в памяти. Вспомнить все Митчеллу не удалось, даже с помощью психолога, спустя много лет после полета на Луну. Но самое-то забавное заключалось в том, что эти сеансы ничего не дали. И сама Джин Хьюстон, с которой встречался Ричард Хогленд, автор книги «Темные миссии наса», и Митчелл говорил о том, что, вот, парадокс, он мог вспомнить мельчайшие детали, как они летели к Луне. Он мог вспомнить какие-то нюансы и детали, как они летели обратно от Луны, возвращались на Землю. Какие-то бытовые детали. Но что он видел на Луне, он не помнил. 2004 год. Президент США Джордж Буш-младший заявляет всему миру о запуске программы «Перспективы исследования космоса». Американцы намереваются осуществить серию беспилотных и пилотируемых полетов на Луну, провести высадку астронавтов и, наконец, создать лунную базу – первое поселение на поверхности спутника. По словам Буша, появиться эта база должна уже к 2020 году. На реализацию программы готовы выделить 14 миллиардов долларов. Но неожиданно американцы от своих грандиозных планов отказываются. Хотя на Земле ни одна из стран сегодня не в состоянии противостоять космической монополии США. Кто мог запретить американцам строить базу на Луне? Возможно, те, кто обосновался там задолго до Земля. Луна вообще может являться, ну, действительно, некой такой базой для инопланетных кораблей. И не только кораблей, но, скажем, как базой, где может осуществляться ремонт, какие-то другие работы. Ну, то есть, это такой некий объект, находящийся рядом с Землей, на котором идет своя будничная повседневная жизнь для землян закрытая. Какие сведения скрывает НАСА и американские спецслужбы? Неужели им уже удалось выйти на связь с обитателями Луны, представителями высокоразвитой инопланетной цивилизации? С теми, кто когда-то создал на поверхности спутника собственную лунную базу? У нас есть куча снимков оттуда, и астронавты американские видели представителей этой цивилизации, кораблей они там видели, все они там видели. Им, короче, сказали так, ребята, вам тут делать нечего. То есть, все то же самое, что говорят наши цивилизации. Вы агрессивны. По мнению экспертов, первый контакт землян с пришельцами уже состоялся. И произошло это еще во время первого полета на Луну. Пришельцы на правах полноправных хозяев спутника встретили американского астронавта Нила Армстронга. И этому есть весьма убедительные доказательства. Известно, что уже когда Армстронг вылез на поверхность, то уже тут же потребовалось переключать секретные каналы, потому что информация пошла совсем не та, которую можно было передавать по обычным каналам. Они переключили немедленно все. И это было там две минуты молчания. Были не технические, а были связаны с переключением каналов. Официальные отчеты НАСА о лунных экспедициях подробно рассказывают об изучении грунта. С поверхности спутника Земли привезли базальты и плагиоклозиты. В них нет ни полезных ископаемых, ни элементов, о которых бы не знали современную чуку. Неужели подобные сведения нужно было засинничивать? А тем более применять мощный гипноз ко всем членам экипажа. Спустя десятилетия из архива НАСА все же вышли в свет фотографии, на которых видны. На Луне есть не только грунт, но и технические объекты и постройки, созданные высокоразвитой цивилизацией. На Луне обнаружен там треугольный кратер, например, треугольник такой, который светится, кольцо светящееся. Ну, полное впечатление технического объекта. Обнаружены какие-то машины в кратерах, гигантские, которые нам не под силу понять. Которые насчитывают там 3, 4, 5 километров вот размером. По мнению исследователей, лунные сооружения возведены из особо прочного стекла. На одной из фотографий возле фрагмента такого стеклянного объекта даже оказался запечатлен и американский астронавт Эдгар Митчелл. Знаменитый кадр получил название «Митчелл за стеклом». Тут надо вспоминать, помнить о том, что если вы производите стекло не в условиях земных, а, скажем, в условиях космических, то есть вакуум, где вообще нет никакой влаги, то стекло обладает колоссальной прочностью. То есть оно намного прочтейше, чем Сталин, но это известный факт. И вот эти вот космические, вот эти странные сооружения, огромных, которые тянулись вверх на километр, вот, собственно, их Митчелл и видел. За период наблюдения за Луной с Земли на поверхности спутника были зафиксированы тысячи аномальных явлений. Яркие вспышки, выделение газа из лунных кратеров, необъяснимые взрывы, движение светящихся объектов и огромные тени. Что скрыто внутри спутника, а может, на обратной стороне Луны? Луна почему-то к нам поворачивается, мы ее видим только с одной стороны, и она идет. И у нее движение, противоположное движение вообще того, что творится, это какое-то уникум. Не может быть в Солнечной системе, что вот этот объект, именно так, по законам астрофизики или других каких-либо научных исследований, он должен, почему-то он вращается в обратную сторону. И нам показывают только одну картинку Луны. Побывать на скрытой от глаз землян стороне Луны удалось и советским спутникам. Более того, специалисты уверены, что эти спутники просто обязаны были сделать там фотоснимки. Но почему о них никому и ничего не известно? Неужели и в СССР узнали что-то, о чем власти пока говорить не хотят, а может, боятся? Нам почему-то не говорят, что там было на обратной стороне Луны. Возможно, это была одна из причин того, что мы свернули лунную программу. В том числе, имея в виду, что и финансовые затраты на тот момент, когда американцы полетели на Луну, у нас, в общем-то, в принципе, были чуть-чуть поменьше, чем у них. В Америке власти страны и руководство НАСА заранее были осведомлены, на Луне астронавты могут встретить нечто необычное. В конгрессу США и президенту еще до запуска Аполлона-11 был представлен так называемый отчет Брукенгса. Документ, подготовленный ведущим экспертно-аналитическим центром Соединенных Штатов Америки. Это был достаточно большой, такой массивный отчет. Содержал он порядка 300 страниц. И на одной из страниц, на 215-й, было сказано, что человечество, в принципе, выйдя в космос, оно может обнаружить артефакты, то есть следы инопланетных цивилизаций. Но не исключено, что они могут обнаружить и, собственно, самих представителей этих цивилизаций. Но откуда сами авторы документа узнали о присутствии инопланетной базы на Луне? Дело в том, что к высадке на поверхности спутника готовились не только ученые, но и те, кто давно контролирует власть в Америке – масоны. К числу посвященных членов тайного общества относился и астронавт Эдвин Олдрин. Есть мнение, что после прибытия корабля на Луну он совершил там ритуал масонского поклонения. Оно состоялось точно на 33-й минуте после того, как модуль совершил прелунение. Ну, а как мы знаем, 33-й градус является высшей степенью посвящения в масонстве. На одной из фотографий, сделанных на борту корабля, американский астронавт Эдвин Олдрин демонстрирует свой масонский перстень. При внимательном рассмотрении на нем видна символика тайного ордена. Тем самым Олдрин словно подает знак, возложенная на него миссия успешно выполнена. Эдвин Олдрин на Луну с собой прихватил масонский фартук и флаг Верховного Совета Южной Юрисдикции, который по возвращению на Землю он, соответственно, передал главному человеку в этой южной юрисдикции. Это эмблема лунной программы Аполлона. В центре буква А и созвездие Пояс Ориона. Эти символы тесно связаны с культом Осириса и Исиды. В древнем Египте верили, что бог Осирис после своего воскрешения отправился с Земли именно к созвездию Ориона. Этой эмблемой организаторы лунной программы Аполлон словно подчеркивали, мы помним обо всех экспедициях пришельцев на Землю, а теперь и сами наносим ответ на визит. В целом в мире можно найти фигуры в шлемах. На голове у таких существ можно видеть шлем со смотровым стеклом на лице, с микрофоном напротив рта или чем-то в этом роде. То, что сегодня мы называли бы микрофоном. Такие изображения встречаются везде в мире. Я сам видел такое изображение в музее Китая, в городе Шанхае. Изображение было позолочено, ему 900 лет. Фигурку древнего пришельца обнаружили и в Мексике. Его называют альмекским космонавтом. В Японии и на Дальнем Востоке найдены тысячи статуэток Доку. Исследователи НАСА изучили эти артефакты и подтвердили, такие скафандры соответствуют облачению современных астронавтов. Мифы и древние легенды разных народов описывают богов и героев, которые спустились с небес. В Центральной Америке, в Европе, в Африке и в Японии, везде их изображали примерно одинаково. Даже здесь, в Альпах, тоже находят такие изображения. Недавно я был в Валькамонике, в северной Италии. И там я был с археологом Базилио Приули. И он показывал мне места, куда не ступает нога туриста. С 19 века там найдено более 350 тысяч наскальных рисунков. Там есть обыкновенные рисунки – звери, олени, дома. Но встречаются необычные объекты, изображающие небесных существ в шлемах, которые напоминают нам о космических путешествиях. 1970 год. Стартовала лунная экспедиция «Аполлон-13». На третьи сутки экипаж вышел на связь с миллиардами телезрителей. А в этот момент на борту возникла аварийная ситуация. В баках сервисного модуля резко повысился уровень жидкого кислорода. Телемост с землей прерывать не стали. Но уже через 16 секунд после окончания связи в сервисном модуле произошел взрыв кислородного бака. Для устранения последствий аварии астронавт Джон Суагерд вышел в открытый космос. Виденные им объекты, виденные им НЛО, а он тоже считал, что это действительно НЛО, это не, условно говоря, не космический мусор, не какие-то помехи, не какие-то световые блики. Он их описывал как такие бело-желтые объекты, которые имели очень странную форму. То ли стаканов для коктейля, то ли кубов, которые заточены как-то, больше не так, под странным углом, карандашей, которые заточены с обеих сторон. Объекты находились примерно в 150 метрах от корабля. Они не совершали никаких действий, только внимательно наблюдали за работой астронавта. При этом иллюминатор корабля «Аполлон-13» был залит странным светом, похожим на светящееся молоко. Однако, как считали сами астронавты, пришельцы не просто наблюдали за кораблем со стороны. После устранения последствий аварии все члены экипажа вернулись на свои места. Командир корабля Джеймс Ловелл отправился в командно-служебный модуль, откуда осуществлялась связь с Центром управления полетом. Там Ловелла ждал большой сюрприз. И вот тут-то как раз он обнаружил то, что все вещи, которые там находились, они были вообще в беспорядке. И он произнес знаменитую фразу, гости, что ли, здесь побывали, что побили, кто все перевернул. При том, что именно Ловелл был последним, кто уходил из этого модуля, кто, собственно, его закрыл. Там больше никого не было. Американцы слишком многого не договаривают. Сегодня это уже очевидно. Независимые эксперты из разных стран в один голос говорят, Аполлон-13 пришельцы практически прогнали с Луны. Но почему инопланетяне не позволили очередному американскому космическому кораблю даже приземлиться на поверхности спутника? Еле на Землю вернулся. Значит, у него взорвался кислород там в баках и так далее. Но, значит, по нашим данным, американцы пытались сбросить ядерное устройство на Луну, ну, якобы с научной целью. Ну и, значит, это устройство было заблокировано. Во многих странах в США, Канаде, Японии, Бразилии, России, спецслужбами и военными были рассекречены документы, касающиеся феномена НЛО. Власти тем самым признали, что им давно известно о посещении Земли пришельцами. Но общественности представлена лишь малая часть информации. Самые важные сведения об НЛО и самих пришельцах по-прежнему не разглашаются. Наиболее широкую огласку получил случай, произошедший с Джимми Картером. Он наблюдал НЛО, когда его кандидатура была выставлена на выбор. Он заявлял, что если его изберут президентом, он сделает всю информацию публичной. Своё слово он не сдержал. Билл Клинтон говорил, «О, я хочу всё знать об НЛО». Его жена Хиллари встречалась с Лоренсом Рокфеллером, и тот спонсировал крупномасштабный проект по исследованию НЛО. Билл Клинтон заявил, «Как только мы получим какие-либо результаты, мы их опубликуем». Ничего подобного не произошло. Латвийские исследователи НЛО выяснили, что под постоянным контролем пришельцев продолжают находиться фактически все стратегические объекты страны. Военным из закрытого института крылатых ракет, расположенного в Мадонском районе Латвии, удалось сфотографировать этих наблюдателей в инфракрасном излучении. Оказалось, НЛО буквально прощупывал каждый метр закрытого объекта невидимыми лучами. Вот эта вот летающая тарелка, ну вот эта вот лучшая фотография, да, то есть она что? Она курировала и она контролировала вот эти военные объекты в Латвии здесь, да? То есть вот эта цивилизация за это отвечала. То есть институт крылатых ракет в Марцине, скрунский локатор противоракетной обороны, причем и там, и тут вот эта тарелка, значит, постоянно маячила и постоянно нас сопровождала. Однако похоже, что пришельцы не только пристально наблюдают за военными объектами, они давно перешли к активным действиям. И в случае необходимости применяют свои сверхмощные технологии против земля. Возможно, с этим уже столкнулись американцы. Есть версия, что их шаттл-челленджер не просто потерпел катастрофу, а был сбит пришельцами. Сначала предупреждали НАСА о том, что этот корабль выжигает озоновый слой, да? Ну, НАСА не реагировало на это дело, и затем, после того, как, значит, все меры были предприняты, они просто сбили вот этот челленджер, космический корабль первый, помните, погиб, который всем астронавтов, именно, значит, программа была остановлена на пару лет. 1 февраля 2003 года такая же участь постигла и шаттл. Странное совпадение. Если причина этих катастроф лишь в технических недоработках, то почему их не учли и не устранили еще после первого крушения? Более того, сейчас программа по запуску американских шаттлов вообще приостановлена. Так чего же нам ожидать от наших космических соседей? Астрономические обсерватории сегодня открывают все новые и новые экзопланеты, схожие с Землей. Их уже известно более двухсот. И, возможно, на некоторых из них есть жизнь. Не исключено даже, что эти цивилизации достигли большего развития, чем на Земле. Об этом говорит постоянное присутствие в нашем небе странных объектов. По словам летчика-испытателя Марины Попович, характерное для многих НЛО свечение доказывает, что эти объекты прилетели издалека. Они преодолели гигантские космические расстояния. Они же входят в плотные слои атмосферы, наверное, горят. Так же, как и мы входим в плотные слои атмосферы. Спутники всходят, горят, и след остается. Так же и они, наверное. В начале 21 века межгалактические полеты уже не кажутся столь фантастическими. Ученые выяснили, совершать такие путешествия в дальний космос уже в ближайшем будущем смогут и люди. Нужно лишь научиться использовать энергию эфира, элементы, которые присутствуют во всех уголках Вселенной. То есть вот представьте себе, это модель электрона. И вот он, допустим, приходит в возбужденное состояние. Вот он расширяется, расширяется, как детский трансформер. А потом он рассыпается, и каждая отдельная часть, она разлетается в разные стороны. И вот каждый отдельный элемент, это и есть элемент эфира. По словам Алексея Золотарева, инженера-физика из Института атомной энергии имени Курчатова, первоначально элемент эфир присутствовал и в таблице Менделеева. Но после смерти ученого, из нее словно целенаправленно удалили этот важнейший элемент. Тогда он назывался Ньютоний. И это на целое столетие отбросило человечество в его техническом развитии. И, конечно, в освоении дальнего космоса. И вот эта таблица Менделеева, которую мы знаем сейчас, она фактически фальсифицирована, она обрезана. Вот то, что сто лет назад Менделеев создал, там была таблица другая. Там был эфир, который находился в нулевой группе, в нулевом ряду. Там была отдельная ячейка, он назвал ее Ньютоний. Но вот после его смерти, эти нулевые группы, нулевый ряд удалили. И удалили, соответственно, эфир. Сто лет назад Дмитрий Менделеев написал научную работу, которую назвал «Попытка химического понимания мирового эфира». Он доказал, что именно из эфира или Ньютония образуются все химические элементы. Это единая химическая основа всех планет и галактик, как писал Менделеев. Единый план построения миров. Вот если бы по этому направлению шла наука, мы бы сейчас уже дошли бы как раз до создания вот этих летающих тарелок и летали бы уже на другие планеты более экологическим способом. Согласно этой теории, летающие тарелки пришедцев передвигаются благодаря потокам эфира, который служит для них источником энергии. Именно эфир заполняет все межпланетное космическое пространство, поэтому необходимости в запасах такого топлива у тарелок просто нет. Эфир позволяет им быстро преодолевать расстояние в несколько десятков тысяч световых лет. Сейчас вот специалисты говорят, что вот есть эфир, и надо эту теорию развивать. И что вот через 100-200 лет вот эта вот энергия эфира, она будет давать совершенно другую индустрию, другую энергетику, другую связь, другой транспорт, другую промышленность. Все будет принципиально другое, с гораздо большими возможностями и с лучшей экологией. Пока же технологии и военные разработки землян лишь наносят существенный вред. Причем, если еще в прошлом веке люди губили только собственную планету, то теперь мы вышли в открытый космос. Но оказалось, что там законы устанавливает кто-то другой. И по этим законам, кто с мечом к ним идет, тот от меча же и погибнет. Эта книга под названием «Нашествие летающих тарелок» появилась на прилавках американских магазинов в 1952 году. Она стала настоящим бестселлером. С самого утра перед книжными лавками выстраивалась огромная очередь, чтобы ее купить. Ошеломленным издателям даже пришлось допечатывать тираж. А все потому, что ее автор, Кеннет Арнольд, стал первым в мире свидетелем невероятного события. Арнольд увидел в небе целую эскадрилью НЛО. Я просто глазам своим не поверил, когда увидел огромное количество светящихся шаров. Это было просто невероятное зрелище, ни с чем не сравнимое. Я подумал сначала, что это были какие-то военные самолеты, но потом понял, что эти объекты вообще вряд ли с земли. Это единственное сохранившееся интервью Кеннета Арнольда. В нем он рассказывает, как 24 июня 1947 года, пролетая на частном самолете в небе над горой Ренье в штате Вашингтон, увидел слева от себя группу светящихся объектов. Скорость, ну, была просто потрясающая. Я никогда ничего подобного не видел. Они просто рассекали пространство молниеносно и мгновенно. Казалось, что для них не существует никаких преград, что у них какие-то, ну, прямо скажем, сверхмощные двигатели. Сначала эту историю Арнольд рассказал своим друзьям и знакомым, а потом стал давать интервью. За несколько дней популярность Арнольда побила все рейтинги. Каждое издание, радиостанция и телеканал мечтали узнать из первых уст, как выглядят инопланетные летающие корабли. Их полет напоминал скольжение тарелки по поверхности воды. Эти слова понравились репортерам, и один из них придумал знаменитое выражение – «летающая тарелка». Многие исследователи в эту версию не верят совсем. Они убеждены, что никакого НЛО нет. А в небе над горой Ренье Кеннет Арнольд увидел какую-то секретную разработку американских военных. Это летательный аппарат дисковидной формы, который начал экспериментироваться и производиться, естественно, в штучном экземпляре. Откуда эта идея дисковидного аппарата возникла в Соединенных Штатах Америки? Из Германии побежденной, потому что чертежи дисковидных аппаратов были вывезены американскими войсками, и побежденной Германией вместе со многими учеными. Посмотрите внимательно на эти кадры. Это пилотируемый диск «Аврокар». Он был сконструирован британским инженером Джоном Фростом по заказу американской армии. Посмотрите, как он плывет параллельно Земле. Это возможно за счет вот таких воздушных подушек. Кроме них в аппарате есть кабина пилота, задние и боковые сопла и бессопловая передняя часть. Но самая главная особенность «Аврокара» в том, что он похож на летающий диск. За счет этого, по словам военных экспертов, «Аврокар» мог развивать огромную скорость. Многие исследователи уверены, что испытания именно таких летательных аппаратов Кеннет Арнольд и мог принять за НЛО. Да, какая-то часть местных американских жителей, наверное, могла видеть дисковидные какие-то аппараты экспериментальные. Но это не много людей. Территории эти все экспериментальных полигонов сугубо отчуждены. Над городами они не летали никогда. Конечно, эта версия лучше всего объясняет встречу Кеннета Арнольда с неопознанными светящимися объектами. Но максимальная скорость таких аппаратов, если верить рассекреченным документам, была 740 километров в час. А это почти в три раза ниже, чем та, с которой летели светящиеся тарелки. Но самое главное, «Аврокары» поднялись в воздух только в 1959 году, через 12 лет после того, как Арнольд столкнулся со светящейся эскадрильей. Если это действительно были не первые «Аврокары», тогда что? С чем столкнулся американец? Есть случайные пролеты НЛО, а есть специальные зависания НЛО, когда они хотят попозировать, чтобы их заметили, потому что каждый пролет НЛО несет информацию. И они обычно за нами наблюдают, контролируют нас, и они посылают нам информацию для исправления. Когда они зависают, это называется визиткой. Поверить в версию про инопланетные корабли достаточно сложно, но сторонники теории внеземного разума все же убеждены. НЛО всегда прилетали на Землю. Это подтверждают и многочисленные свидетельства людей древности. Еще много веков назад они наблюдали в небе загадочные светящиеся объекты. В 1896 году жители Калифорнии видели нечто похожее на НЛО. В ноябре того же года странный летательный аппарат появился в небе над Сакраменто. Люди видели луч прожектора, а позади него некий объект с чем-то вроде профиллера и крыльев. Удивительно, но подобные корабли в конце 19 века появлялись над всей территорией Северной Америки. Жители штатов Орегон, Монтана, Айдаха описывали случаи наблюдений неопознанных светящихся объектов. Но одна из самых удивительных историй случилась в небе над Миннесотой. В апреле 1897 года его видели над Миннесотой. Сохранилась иллюстрация, на которой он изображен в виде летающего окорока с фарой. А вот на картинке из Техаса он похож на футбольный мяч с хвостом и крыльями летучей крысы. В течение двух лет сообщения об этом объекте поступали из тысячи разных мест. Газеты пестрели самыми невероятными иллюстрациями, изображавшими, как тогда думали, какие-то секретные изобретения. Это Милдред Биссол, директор объединения по изучению НЛО «Муфон» в штате Юта. Через ее руки прошли сотни исторических документов. Она сознанием дела уверяет, свидетельства наблюдений НЛО встречаются в источниках 16-го и даже 15-го века. Архивы многих средневековых европейских городов хранят воспоминания жителей, видевших НЛО. В 16-м веке также наблюдали НЛО, но рассматривали его как знаки божественного провидения, послания от Бога. В августе 1556-го года над швейцарским Базилем проплывали огромные черные шары. В апреле 1661-го года то же самое случилось в небе над Баварией. В качестве доказательства того, что в древности инопланетные корабли могли посещать нашу Землю, многие исследователи приводят вот этот рисунок. Посмотрите внимательно на него. Он датируется 1600-м годом и хранится в Сарбоне, в самой древней библиотеке Европы. Художник изобразил на рисунке огромные яркие лучи неизвестного происхождения. 16-е и 17-е столетия вообще были золотым веком наблюдения НЛО. На этом рисунке, сделанном в 1600-м году, вы видите огненные лучи в небе. Скорее всего, они выглядели не так красиво, как их нарисовал художник. Но факт остается фактом. Такие вещи будоражили умы людей и в те времена. Если внимательно изучить русские летописи, то выяснится удивительный факт. В 16-м веке не только Европу, но и Русь буквально атаковали пришельцы. Летописцы трактовали четыре солнца над землей как помощников создателя, которые появились в небе, чтобы понаблюдать за жизнью землян. Но современные исследователи уверены, огромные светящиеся неопознанные объекты, похожие на круглые шары, были ничем иным, как инопланетными кораблями. Этот аппарат, он мог преодолевать очень большие расстояния, делаться невидимым, делаться невесомым, делаться, наоборот, очень тяжелым. То есть это все феномены связаны с гравитацией, то, что у нас занимается поиском антигравитации, сегодня ученые, а они все были реализованы. Удивительно. Но даже во времена Александра Македонского люди видели в небе странные объекты, которые мы сейчас называем неопознанными летающими объектами. Вот выдержка из книги античного историка Аристотеля. Летом 331 года до нашей эры Александр и его армия форсировали реки Тигр и Ифра. Пока шла переправа, над войском завоевателя появилась НЛО. Два серебряных щита вынурнули из облаков, пронеслись на огромной скорости и удалились. Похожие случаи описывал не только Аристотель. О них упоминается во многих книгах древних историков. Описания НЛО встречаются в самых древних рукописях человечества. Взять хотя бы римского историка Ливия. Он сообщает о пролетавшем в небесах объекте, похожем на щит. Но НЛО в небе встречались задолго до появления первых римлян. Если заглянуть в древние тексты, сомнений не останется. НЛО посещали Землю всегда. Получу светы, которые ярче солнца, а голос его подобен раскатам грома. Это текст древнеиндийского эпоса Махабхарата. Он был написан три тысячи лет назад. Кем бы ни был автор этих строк, исследователи уверены, в Махабхарате описывается старт космического корабля. Оружие, оно очень напоминает ядерное оружие. И, кстати говоря, у нас на православных иконах, на старых, которые сейчас тоже не показывают, есть изображение тоже ядерного взрыва. Конечно, поверить во все это сложно. Может быть, несколько тысяч лет назад люди принимали за странные светящиеся объекты неизученные атмосферные явления? Например, шаровые молнии? Или пролетавшие рядом с Землей осколки комет и астероидов? Возможно, это и так. Но как тогда быть с древними артефактами? С тем, что явно указывает на присутствие на Земле инопланетных существ. Посмотрите, к примеру, на этот бесценный артефакт. Пустыня Наска одна из самых загадочных на нашей планете. Она расположена на юге Перу и простирается на несколько сотен километров. И все это огромное пространство состоит не из песка, как это обычно бывает. Наска – огромное каменное плато, причем абсолютно безжизненное. Здесь нет ни животных, ни растительности. Но самое невероятное – вся пустыня Наска исчерчена странными линиями. Их здесь тысячи. Иногда линии равнины Наска называют взлетными полосами, хотя в действительности это просто длинные каналы, прорытые в пустыне. Ни один летательный аппарат не сможет там взлететь. Конечно, древний космопорт Наска не подходит для взлета и посадки современных самолетов. На них нет привычных нашим пилотам ограничительных знаков, а взлетную полосу для самолетных шасси заменяют глубокие борозды. Но ведь если мы говорим про инопланетные тарелки, то они, скорее всего, способны приземляться и взлетать с любой поверхности. Если их тогдашние корабли походили на то, что мы видим сегодня, то им не были нужны взлетные полосы. Может быть, линии Наска – это всего лишь своего рода ориентиры, тем более, что увидеть их можно только с воздуха. Но даже если все-таки допустить, что инопланетные корабли в глубокой древности посещали нашу планету, то сразу же появляется еще один вопрос. Зачем? Некоторые исследователи уверены, что инопланетные существа посещали землян, чтобы подарить знания. Многочисленные факты убеждают меня в том, что пришельцы со звезд помогли нам в познании мира. В Стамбуле, например, имеется карта, составленная турецким географом 16 века Перри Рейсом. Взгляните на эту карту. Она была составлена в 1513 году, всего через 21 год после открытия Америки Христофором Колумбом. На ней изображена Антарктида, причем с четко прочерченной линией гор. Но как такое возможно? Ведь первая экспедиция в Антарктиду состоялась только в 1820 году. Перри Рейс был турецким адмиралом. Он увлекался картографией. Та карта, которую он составил, она показывает весь земной шар. На ней есть и побережье Европы, и Африки, четко вычерчено побережье современной Бразилии и восточная оконечность Южной Америки. Но самое удивительное, на ней изображена Антарктида. Причем не просто вот, а как будто он догадывался, что там должен быть континент и обозначил его. Антарктида изображена очень подробно, с малейшими деталями побережий, горных хребтов. И это поразительно, ведь про Антарктиду мы узнали только в 19 веке, а про то, что в Антарктиде есть горы, мы вообще узнали в 20 веке. А это уже Южная Америка. Загадку древней культуры майя ученые разгадать не могут до сих пор. Пирамиды со звуковыми эффектами, точная астрономическая карта, древний календарь майя, который точнее современного. Неужели все эти уникальные вещи почти первобытные люди создали сами? Если вы сомневаетесь во влиянии инопланетян на цивилизацию, взгляните на останки древних культур Мексики и Латинской Америки. Возьмем, к примеру, Юкатанскую пирамиду, которая называется Эль-Кастильо. Два раза в год, в день весеннего и осеннего равноденствия, Солнце отбрасывает на ступени причудливую тень. Точно образ гигантской змеи, сползающей с пирамиды. Это Кукулькан, бог индейцев майя и прародитель жизни на Земле. Но откуда у майя появились эти знания? Как им удалось вычислить строение Солнечной системы и узнать геологические особенности других планет? Некоторые исследователи считают, что сами майя были просто не способны додуматься до этого. А информация о космосе досталась им от представителей инопланетных цивилизаций. Мы цивилизация, которой нужна постоянная опека, нужна постоянная опека, то мы, конечно, часть тех, кто нас сделал. То есть, кто-то их называет богами, кто-то высшими силами. Цивилизация, то есть, свое семечко они нам оставили. И поэтому, может быть, и корректируют нас, как своих детей, чтобы мы не сделали очень таких сложных ошибок, каких-то, которые грозят нашей цивилизацией вымиранием. Кроме племени майя, есть и другие племена и древние артефакты, появление которых ничем, кроме контактов с внеземным разумом, объяснить невозможно. Феномен НЛО, он заключается и в таких интересных очень особенностях, проявляет себя. Если посмотреть в историческом виде срез этих наблюдений, описаний, конечно, в древности их сохранилось мало, но очень интересно, что, если по истории смотреть, они всегда описываются свидетелями, наблюдателями в формах, которые как бы либо самые последние достижения соответствующего периода времени передвижения, способы передвижения, либо чуть-чуть и перережают. Вот, это называется фактор мимикрии формы НЛО. А что, если развитию наших знаний мы обязаны инопланетным гостям? Но зачем им было учить людей математики, астрономии, медицине? Может быть, таким образом они пытались влиять на развитие древних землян? Как бы она всегда подстраивается под самый современный способ передвижения того, ну, какого-то соответствующего времени, или немножко, значит, опережает, как бы демонстрируя, а что впереди, чего дальше, куда, значит, бежать надо. Уже в Европе там, понятно, огненные колесницы, средние века парусники, ведь средние века парусник был самым, ну, таким могучим средством передвижения по морю, а большой парусник, понятно, очень могучим. Вот по нему летали парусники, вот точно, вот все фиксировали, что вот парусники летают. Материальные свидетельства говорят о том, что инопланетные существа принимали огромное участие в развитии человечества, давали людям новые знания, одаривали магическими вещами с уникальными свойствами. Но почему они это делали? Зачем им понадобилось вмешиваться в жизнь землян? Древние документы содержат описание тысячи свидетельств присутствия инопланетян на Земле. А потом они как будто исчезли. С начала 17-го по середину 20-го века информация о неопознанных тарелках встречается крайне редко. А в конце 1940-х годов Землю буквально оккупировали инопланетяне. Возможно, это произошло из-за одного очень страшного события. Испытания атомной бомбы прошли именно в 1945-м году. Действие ее оказалось устрашающим. От ядерного взрыва такой бомбы может погибнуть значительная часть планеты. Возможно, инопланетяне забеспокоились и прилетели посмотреть, как мы развиваемся, насколько мощное оружие мы создали. Не превзошли ли жители голубой планеты своих звездных родственников? Не угрожают ли земные ракеты жизни всей галактики? Похоже, пришельцы действительно боятся, что мы можем оказаться опасными для них. Поэтому тщательно контролируют развитие землян. Над аэродромом появляется НЛО. Но не с точки зрения наблюдения, сколько там самолетов, и какие под ними бомбы подвешены. А с точки зрения определения, допустим, мыслей коллектива людей, собравшихся здесь, вот на этой авиабазе, какие у них мысли? Способны они вот сейчас, или готовятся ли они сейчас нажать какие-нибудь там кнопки боевые, кого-то убить? Несмотря на все многочисленные материальные свидетельства и показания очевидцев, психиатры твердят, что НЛО продукт больной фантазии. Может быть, это действительно так? Проблема в разделенности между внешним миром и внутренним миром человека, в котором живут фантазии, различные образы, у которого совершенно своя особая жизнь, с которой многие люди соприкасаются только в сновидениях. Эту теорию впервые озвучил еще Карл Густав Юнг. в 1958 году в своей книге о вещах, наблюдаемых в небе. Он писал, что реальность окружающая человека навлекает на себя проекции со стороны коллективного бессознательного. То есть мы видим то, чего нет, но во что нас заставляют поверить окружающие люди. Любопытство это один из очень важных факторов, который формирует внутреннее пространство. Поэтому большинство этих людей, которые достаточно нормальные, их гонят сюда еще и любопытство. То есть это вот как бы часть внутреннего мира открывается, как если бы ты поверил, что вот сейчас ты увидишь какой-то кусочек своего внутреннего мира, своих фантазий, там еще что-то. Подглядишь в замочную скважину. Этот феномен Юнг объяснил растущим перенаселением планеты. Людей на Земле появляется так много, что жить среди них становится тесно. Толпа ищет способ перебраться отсюда на другую, загадочную и неизвестную планету, где есть больше пространства для жизни. Людям свойственно верить в чудеса. Религиозное почитание НЛО в настоящее время в Америке является лишь отражением мифа о сотворении Земли. И все эти могущественные существа, которые заставляют нас развиваться по пути, который они нам определили, через Чуруш напоминают Зевса, Геркулеса и других героев античной мифологии. Так что инопланетяне являются лишь последним достижением человеческого мифотворчества. 30 ноября 1938 года в канун Дня Всех Святых Америку атаковали марсиане. Правда, произошло это не в реальности, а в знаменитой радиопостановке Орсона Уэллса «Война миров». Режиссер решил, что он задумал удачную шутку, которая, тем не менее, закончилась трагически. Радиослушатели впали во всеобщую истерию, а некоторым потребовалась серьезная психологическая помощь. Внутренний мир всегда рядом, поэтому любые какие-то вот такие события, которые моделируют нечто, что резонирует с нашими внутренними переживаниями, как я сказал, мгновенно отзываются. Неужели НЛО всего лишь коллективная галлюцинация, а пришельцы с других планет творения нашего собственного мозга? Но если это так, что делать с многочисленными материальными свидетельствами их присутствия на Земле? Долиной Наска, сакральными знаниями первых народов, легендами древних книг? Скорее всего, по каким-то причинам инопланетяне создали и помогли развиться могучим древним цивилизациям, которые однажды внезапно исчезли. Куда ушли эти народы? Может быть, они улетели на небо к нашим братцам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...